приветствую всех зрителей моего канала декабрь продолжается он радует теплой погодой давно я такого не припомню наконец-то открылось место которое хотел проверить но которая затянула льдом сейчас вот лед растаял я сразу отправился туда это место где весной я нашел сомиков которых снимал и вот сейчас я отправился туда что посмотреть а как же они осенью себя ведут вообще где они будут зимовать сразу они там встанут на зимовку или подойдут туда позже может быть вообще их не будет в этом году буду смотреть периодически заезжать проверять это место ну а сейчас все как всегда зашел в воду видимость обычная метр где-то сразу попадается плотва там окуни всякие разные размеры подлещики тоже иногда попадаются ну я буду искать конечно что-то посерьезнее что получится давайте посмотрим проплавав довольно продолжительное время наверное около часа я вдруг подумал а почему вы мне не настрелять рыбки на таранку сейчас зимой я думаю она будет как раз к месту вот попадается первый подлещик решая его взять ну а там наверное попадется еще что-нибудь пяток рыбок то всегда я возьму на засол место очень хорошее мне она стала нравиться еще с весны нормальная такая густая трава и вот в этой траве стоит почти вся рыба перемешку там и щуки и окуни и плотва все что угодно можно найти здесь поэтому интересно заранее не знаешь что тебе встретиться через минуту чем дальше в траву и заплывают тем большее количество рыбы мне встречается вот уже начали попадаться более менее такие щучки неплохие но пока их пропускаю знаю что здесь может встретиться все-таки жду встречи с более достойным экземпляром пока ищу ну а эта встреча стала для меня совсем неожиданный кого кого уж карася в середине декабря я никак не ожидал увидеть таким активным и бодрым ну что ж всегда карась для меня был желанным трофеем конечно возьму его с удовольствием в декабре это достойная добыча кто-то мне может возразить сказав что карась какой-то трофей но для меня лично для этой реки для этого времени года карась всегда был и будет наверное вполне желанным достойным трофеем а а а а а а После карасика сразу поднялось настроение. Как-то в голову пробралась мысль, что сегодня возможна встреча с какой-то такой достойной или неожиданной рыбой. Но пока, прочесывая траву, попадаются все те же окушки, хоть проскакивают и неплохие платва. И вот, встретив еще одну такую неплохую достаточно платвицу, решаю ее взять. Помню о том, что решил настрелять рыбу на засол. Трава становится все гуще, а места все лучше. Все также попадается много рыбы. Подо мной в траве стоит муть от сходов, потому что по такой густой траве пробраться бесшумно практически невозможно. Все равно задеваешь ее, что-то там рвется, обрывается и рыба уходит. Но попадается и не очень пугливая рыба, которую все-таки удается рассмотреть и заснять. В основном это щука, пока не очень крупная, и окуни неплохие попадаются. Вот, пропустив достаточное количество окуней хороших, все-таки, встретив еще одного красавца, решаю его взять. Ну, что-нибудь придумаю с ним, или закопчу, или, может быть, тоже засолю. Плывя по траве, замечаю, что рыба в ней распределена неравномерно. Есть участки, где она стоит очень плотно, вся разнообразная рыба, а есть, где стоит только мелочь. С чем это связано, я тоже пока не понимаю. Видимо, какие-то у нее зимние эти все дела. И только рыба понимает и знает, где ей будет комфортно в это время года, чтобы и поесть, и отдохнуть, как говорится. Но это совсем фантастическая для меня встреча. Никогда еще не встречал линя в декабре. Подумал, сейчас поснимаю его, но не тут-то было. Он махнул хвостом и исчез во мгле, оставив меня в полном недоумении. Дальше охота проходила все в том же ключе. Попадались в основном окуни, но через некоторое время мне удалось высветить более-менее неплохую щучку, которую я и взял. Субтитры сделал DimaTorzok К этому времени я уже достаточно сильно подмерз. Пальцы на руках и ногах уже теряли чувствительность. Я подумал, что не стоит дальше их отмораживать. Решил вылезти и отогреть их. Ну, заодно и сменить аккумулятор в камере, который тоже уже практически разрядился. Минут через двадцать, когда отогрел руки-ноги, немножко размялся на берегу, осмотрелся, отдышался, продолжил свою охоту. И опять убедился в том, что все-таки рыба стоит какими-то участками. Вот сейчас попал опять на участок, где кроме мелкой рыбы ничего такого существенного не было. Но через некоторое время в густой копне травы замечаю шикарного окуня. Захожу с другой стороны, чтобы почетче рассмотреть его и сделать точный выстрел. Окунь очень хороший, красавец просто. Такого, конечно, надо взять. Не часто такие окуни попадаются охотникам на глаза. Шел уже третий час охоты. Рыба на кукане была, но не было чувства, как говорится, финального аккорда. Такой вишенки на торте от встречи с хорошей крупной рыбой. Поэтому я продолжал всматриваться траву во мглу в эту ночную, пытаясь заранее издалека увидеть отблеск чешуи этой главной крупной рыбы на этой охоте. В итоге мне улыбнулась удача. Я все-таки нашел свою рыбу и мне посчастливилось ее взять. Кому-то этот трофей покажется не очень серьезным, но для меня, для этой реки, эта рыба очень неплоха. Зимой не часто мне удается таких щук встречать здесь. Поэтому я очень доволен, рад, что нашел и взял такую рыбу здесь. Ну а для тех, кто скажет мне, что крупной рыбы нет, потому что ее выбили охотники, я отвечу. Просто этот участок не очень подходит для зимовки рыбы. Здесь нет достаточных глубин, присутствует довольно сильное течение. Поэтому вся основная масса крупной рыбы, наверное, скатилась вниз на более глубокие места. Но там стоит лед и видимость практически отсутствует. Пытался я туда пробраться, но, к сожалению, у меня ничего не получилось. Ну а здесь осталась рыба, которая еще, наверное, не нагуляла достаточно жирка, чтобы уходить на зимовку. Да и зачем уходить на глубину, когда здесь еще достаточно пищи, кислорода. Вполне себе комфортные условия. Любуюсь этой рыбы, я еще не знал, что она крайняя на этой охоте. Дальше подплыл к берегу, чтобы заменить аккумулятор и еще раз согреться. Но перед ним был припой льда. И вот я кладу ружье, наваливаюсь на этот край и вдруг отламывается такой большой кусок. И с этого куска мое ружье соскальзывает в воду. Глубина где-то порядка полутора метров. Я судорожно пытаюсь его найти. Минут 10 там на ощупь прощупывают дно. Все. Но в конце концов, изрядно вспотев, сразу был прилив адреналина такой. Не очень хотелось потерять ружье со всем оборудованием. Но я нашел его, вылез на берег, хотел заменить аккумулятор. И тут обнаруживаю, что мой гермопакетик тоже промок. Хорошо там была тряпочка, много воды туда не попало. Но все равно запасной аккумулятор перестал работать. Без камеры как-то мне не очень захотелось плавать. Проплыв буквально там несколько метров, я понял, что это неохота. Сейчас, как всегда, встретится что-нибудь хорошее. Я расстроюсь и решил я вылазить. Вот на этом, в принципе, охота моя завершилась. Но до конца я место это не проверил. Наверное, еще раз буду туда приезжать. И попробую до конца проверить это место. Вот так прошла эта охота. А тут традиционное взвешивание улова. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте несколько комментариев.